В повестке седьмого заседания Совета депутатов было несколько вопросов, по которым представительный орган местной власти осуществляет контрольно-счетные полномочия. Депутаты приняли к сведению отчеты об исполнении бюджетов по всем восьми территориальным образованиям, входящим в округ. По Загорянскому утвердили ликвидационный баланс, по остальным это сделали ранее. Также был уточнен перечень объектов муниципального имущества, которое перешло в собственность муниципалитета после объединения всех поселений в единый городской округ. Одним из основных вопросов заседания стал отчет заместителя главы администрации городского округа по социальной политике Анны Грызловой о состоянии и тенденциях развития системы образования в 2019-2020 учебном году. По состоянию на 1 сентября 2019 года охват образовательного груза городского округа составил следующий цель. Детские сады 12 403 воспитанника, общеобразовательные организации 23 382 обучающихся. В организации дополнительного образования посещают 14 707 детей. Таким образом, по сравнению с прошлым учебным годом, охват детей образовательного услуга увеличился на 2429 человек. Один из важнейших показателей успешной работы органов образования – результат издачи единого госэкзамена. Из 888 выпускников текущего года семеро получили 100 баллов. Более 90 баллов получили 157 учащихся. Это на 14% больше, чем в прошлом году. Из проблем, которые остаются в системе общего образования – это вторая смена. Она сохраняется в 8 школах и затрагивает почти 10% учащихся. Для решения проблемы разработана дорожная карта по строительству новых школ. Напомним, в этом году открыта пристройка к Медвежьей Озерской школе на 275 мест. В следующем году планируют создать школу в микрорайоне Солнечный на 1100 мест. Строится школа в Жигалове. На ближайшие годы запланировано строительство еще четырех учреждений. Сохраняется проблема дефицита мест в детских садах. Обусловлена она тем, что родители в большинстве случаев не соглашаются отдавать детей в детсады, которые не находятся в шаговой доступности от дома. Помимо капитального ремонта и переоборудования помещений, ведется уплотнение и открытие разновозрастных групп. В рамках доклада по данному вопросу депутатов, естественно, волнует обеспеченность места в дошкольных учреждениях. И есть предложения, которые поступили от депутатов о развитии этой системы, где можно построить и рассмотреть строительство корпусов новых детских садов. Также волнует вопрос второй смены, естественно, потому что, естественно, мы должны прийти к тому, чтобы у нас все дети учились в первую смену. Среди вопросов, которые были рассмотрены на заседании, было утверждение специального документа, определяющего правовой статус важной для населения общественной должности – старосты сельского населенного пункта. Его в деревнях и поселениях будут выдвигать на сходах жителей, а затем назначать по решению Совета депутатов городского округа. Старосты будут представлять интересы сельского населения в органах местного самоуправления и любых других организациях и учреждениях, и будут наделены этими полномочиями на трехлетний срок. Андрей Цихадович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.